Субтитры делал DimaTorzok Да, сейчас мы об этом будем говорить подробно. Значит, смотрите. Значит, сейчас мы еще не закончили. Теперь вам нужно засыпать. Я засыпал. Засыпали, так? Но засыпать символически. То есть буквально, чтобы там был миллиметр. Осторожно, не сломайте. А теперь... Ой, ну, а вы уже много засыпали, да? Да не надо этого делать. Вы когда польете, она сразу просядет. Даже спинки обнажаются. Вы думаете, я случайно это фото показал? Вот. Если вот это еще, это снято в саду, да? Опасно? Почему опасно? Почему учат заглублять? Там им спокойнее, поняли? Потом они сгниют, но об этом никто не знает. И хоть он закапывает. А вот так это большая опасность. Вот. Это же еда, понимаете? Это такая жирная еда. Это прям мечта всех. И что получается? Получается, что ваш вариант, он домашний. Вас-то в холодильнике никто не съест ее. Поэтому мы не боимся обнажения спинки. Показывайте свой горшочек. Полейте так, чтобы чуть-чуть спинка торчала. Сейчас надо полить так. Можно не бояться струей, чтобы даже немножко размыло. Ну-ка, покажите. Посмотрим, что у вас там получилось. Конечно, это кажется, что долго, нудно, с одной возиться. Потом это будет занимать секунды. Не переживайте, друзья. Это не такая страшная вещь. Ага. Так, теперь получается, не годится. Почему? То есть обратно вы как бы раскопали. Ничего страшного. Дело в том, что у вас корень оголился полностью. Да. Полностью. Давайте засыпайте обратно и все. Пусть будет все-таки под землей. Потому что вот такую золотую середину, вот так вот, чуть-чуть разровняйте, чтобы там был буквально миллиметр. Все. Вот. Теперь. На этом пока все. Теперь надо будет обернуть этот орфяной, этот самый, как он называется, горшочек полиэтиленом. Потому что сохнет из боков. Сейчас сделаем. То есть, как бы поставите в пакетик, да? Ставьте в пакетик, не бойтесь. Дело в том, что я заметил, что эти пакетики пропускают воздух. Вот. Ну, здесь самое главное будет, да, завязывайте, неплотно завязывайте. Полива достаточно? Ну, я, честно говоря, не посмотрел. Ну, в общем, как поливают овощи, так надо и тут поливать. Слегка сарай земля, слегка. Вот. Дело в том, что уже кость колопнула, значит, уже влаги для того, чтобы разорвать скорлупу уже было достаточно. Не сильно, не сильно. Не плотно? Не плотно. Не плотно. Вот. Просто завязывайте. Все, все. Минимум воздуха будет. Теперь это все и едет в холодильник. Вот. До высадки. Все, это поехало в холодильник. Вот у меня такой поддон. Вот я вот так поставлю. И закрою крышкой еще. Вот. Смотрите, у вас получилось две, да? Из десяти. Пока да. Значит, две сюда, остальные восемь. Теперь давайте просто стратифицировать. Мы прервали стратификацию, я достал с холодильника. Вот. Видите, за дорогу две из десяти проклюнулось. Это по-божески. Вот. Так. Это по-божески. А остальные восемь. Вот в таких стаканчиках, то есть этих, примерно. Давайте так. Теперь берете сухую вот такую баночку, как перед вами. Ну, сухую. Эту поставьте, поливать еще будем. Сыпьте сюда песок. Тот самый, этот, речной. Насыпьте, примерно, наполовину. А, нет, все правильно. По-целиком высыпайте. Почему? Сейчас вы будете немножко смачивать и делать нужную консистенцию. А потом уже будем высыпать баночку. О, он у вас, говорите, сыроватый, да? Да, видно, что чуть-чуть влага имеется. Видите, он форму держит. Давайте целиком высыпайте все. Неужели те, кто готовил песок, знают, какая должна быть влажность? Да. Там что, разве написано для серификации? Вряд ли. Нет. Написано в сухую, для земной смеси, врачную комнату, растения и барасан. Ну, ясно. Странно, что сырой. Вот, давайте теперь сожмите в ладони и раскройте ладонь. Это главный признак. Хотя бы примерно, да? Вот. Ну что, вот такой песок нам и нужен. То есть, вы готовы. А для остальных, я скажу так. Допустим, у вас сухой песок. Так. Делайте примерно 6-7 к одному. И если... Павел Костанович, у меня есть еще сухой песок. Давайте с ним покажем. Ну, давайте, это получается как? Такой же наполняйте. Такой же пакетик все найдется у вас полный. Вот, смотрите. А, пусть это будет другой песок. Неважно, да. Вот, другой песок. Строительный. Строительный. Давайте. Все, я буду срывать его. Обратите внимание, там должно быть или вес, или объем. Нам объем нужен. Один килограмм веса. Объем, вот что нужно. Ну, мы сделаем примерно. Допустим, там литр. Допустим. Да, допустим. Вот. А потом, мы выливаем туда одну шестую часть. Это примерно получается грамм 150. То есть, 150 миллилитров. Вот. Отлично. Теперь смотрите, что мы делаем. Я, правда, с таким супучим не работал, но я думаю, пропорции будут те же. Теперь давайте стакан или кружку, обычную кружку, там, на четверть литра или стакан наполняйте водой. Вот у меня вот такая панечка. Вот, вот примерно столько нам и надо. Выливайте целиком. Тут грамм 200 получится. Теперь перемешивайте, пачкайте ручки. Вы же маникюра нет у вас вообще? Да. Я, как говорится, попал под раздачу. Ну, а что делать-то? Не надо было заказывать мне семена, но еще в таком количестве. Не надо. Вы представляете, какая у вас работа, чтобы этот гектар засадить? Это же вам сейчас каждый пакетик вскрыть. Это же ужас. Я предупреждал. Да. Думаю. Ну, это еще вы вовремя это заказали, потому что, это самое, можно будет в большинстве случаев просто пересыпать и это, и все. А вот такие случаи, как вот, что у вас зашло это, два, две косточки, это еще редкость. Вот, мы же не нашли среди абрикосов, правильно? Ну, лучше получается, немножко нормально. О, вот вы уже понимаете, значит, что получается, получается, там и близко не было литра. Вот так. Скорее всего, там было пол-литра. Теперь берите другой и добавляйте, да, уже, и причем я уверен, что уже сейчас вы уже имеете представление. Не зря сказали, вот, да, видно. Влажноватый, влажноватый, вот. И придется вдвое разбавлять. Значит, там было все-таки ни литра, и близко не было. Наверное, там было пол-литра. Я предусмотрительно купил еще. Вот, давайте теперь так. В принципе, даже вот то, что вы сейчас увидели, да, я считаю, что... А, нет, надо показать все до конца. Еще, 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 еще. Вот. Я предпочитаю работать с тазиками, больше, ну, как-то удобнее. Тазики, большие, миски. Так, вводит. Ну, вот теперь похоже немножко. Еще такое пищение чуть-чуть влажновато. Ну, вот я смотрю, которое вы мне прислали, да, чуть-чуть еще влажновато. А мой может быть суховатый, еще раз говорю. Косточки всасывают влагу. Они все забирают прямо. Ну, я запомнил хотя бы на примере того, что вы уже подтвердили. Нет, нам надо сейчас эти восемь штучек. Вот этот, вы сказали, идеальный? Вот немножко комкается, но рассыпается, да? Нет, можно... Что это такое? Ну, и наблюдение плюс. Не плесни, все нормально. Ну, вот уже не отжимается вода. Все. Ладно, будем считать, что готово. Теперь вот те восемь косточек мы возьмем и сюда слегка закопаем. Ложите на бочок, на любой. Потому что нам все равно не угадать, какой. В смысле, мы прямо в этой таре будем класть их? Ну, для наглядности. Людям же надо что-то показать. Давай, начнем. Разровняйте. Хотите экономить, делайте по пол чашки. На бочок и это самое. Просто холодильник. На ребро, да? На спинку. На бочок, ну. Поймите, вот в природе, они же плоские, в природе как падают. Как упал, так и взойдет. Вот чем дело. Сильно не вдавливайте. Разложите равномерно. Если можно погуще, чтобы оставить других, это... В других пакетиках есть же этот сорт или нет? Не знаю, посмотрим. Так что вы сильно не шокуете, можно погуще. То есть их можно все в одну баночку, все одного сорта. Иначе у вас холодильников не хватит. Положили 8 штук. Теперь берите и посыпайте так, как под сахар или соль. Да, ничего страшного. Ничего страшного. Засыпьте полностью, но символически. Вот. Поливать пока не надо. Все сырое. Иначе обгонить начнут. Правда, уже готовая консистенция. Значит, никогда не вымачиваем. Ну, потом пройдет время, мы с вами вскроем. Ну, когда придет пора высаживать, мы повторим это. Реально дешево, ладно? Да. Вот. Не удивляйтесь, когда они могут прекрасно появиться в вершке. Это будет плохо. Сейчас задача какая? Как можно ближе к нулю задержать развитие до самого пока вас нет. А если чуть-чуть минус будет, не дай бог, если я по холодильникам перебросил? Я не пробовал. Когда минус, кто-то говорит, проскакивает в небольшой минус. Кто-то говорит нет. И у меня всегда был небольшой плюс. Плюс один, плюс два. А испытывать специально на вымораживание я не делал. Я не делал. Хотя, говорят, 2-3 градуса не вредит. Хорошо. У меня почему-то оказалось, что холодильник морозит снизу. Ниже холоднее, чем... А, камера где? Внизу или вверху? Вморозилка вверху. А морозилка? Да. А у меня морозилка внизу. И у меня старый холодильник берется. Но он как? Это тоже, чтобы люди сравнили, на себя прикинули. У меня получается, что там все время небольшая лужа стоит. Там под поддоном. То есть, вот. И я по ней ориентируюсь. Чуть добавил, где-то к четырем, да? Цифру четыре. Внутри литком покрыло. А у меня на ней стоит как раз этот поддон с костиками. Вот. Получается, температура очень близко к нулю. А наверху нет. И там дальше морозильное. Вот, то есть, в глубине холодильника, там же находится это, морозильная часть. И там бывает замерзает. А ближе к этому, к дверце, тут плюс 5, плюс 8. В общем, каждый пусть приобретет градусник, и каждый пусть и ищет. Где у него этот самый ноль? И поменьше дверцы холодильника хлопать. Ну, в общем, получается как? Вы вот эти 8 закопали. Вот. Крышечкой этой закрыли. И этого достаточно. Вы немножко по-своему сделали. Я всегда в стеклянных банках. Не, ну вот, пожалуйста, у меня стеклянные банки есть. А мы сейчас эти с вами... Вот смотрите. То есть, уже без меня. Вы потом будете все раскладывать, расфасовывать. Вот она головная боль. Ну, еще что я скажу.